Спасатели Фокина к сюрпризам зимы готовы. В городском округе прошла штабная тренировка сил гражданской обороны по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера. Были отработаны действия спасателей в условиях резкого ухудшения погодных условий, сильного похолодания, обильного снегопада, гололеда. Подробнее о событиях в первом сюжете выпуска – наши новости. Давно известно, что сани стоит готовить летом или, на крайний случай, осенью. В любом случае, к сезонным явлениям природы лучше быть готовым заблаговременно. Народной мудрости стараются следовать фокинские спасатели. До календарной зимы с обильными снегопадами, гололедом, трескучими морозами – еще почти полмесяца. А подготовка к борьбе с неблагоприятными метеорологическими явлениями уже началась. На днях в городском округе прошла комплексная тренировка сил гражданской обороны по прохождению кризисных ситуаций, связанных с ухудшением погодных условий. По планам основных мероприятий Приморского края в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, проводится учение. Тема учения – это координация действий, в нашем случае муниципального звена РСЧС, при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации, связанной с большим выпадением осадков в виде снега, и заторами на автодорогах, и большими отключениями от электроэнергии в системе ЖКФ. В данный момент мы отрабатываем сейчас вариант – это действие наших спасателей при разворачивании поста или пункта временного обогрева. По легенде учений, по Приморскому краю получены экстренные предупреждения о побильных осадках в виде снега, при сильном ветре и резком похолодании. В связи со снежными заносами и гололёдом на автодороге возникли затруднения с проездом автотранспорта. Водителям и пассажирам, заблокированным на автотрассе, требуется помощь. Почему мы взяли именно этот вариант? По нашей территории проходит автомобильная трасса Владивосток-Находка-Порт-Восточный. Трасса очень сложная, мы имеем около пяти подъёмов. И часто бывает, что, во-первых, создаются пробки от многотонных больших машин, которые перевозят грузы. Вот. Причём пробки очень тяжело ликвидируются, потому что трасса очень узкая. Ну и иногда возникает необходимость, когда, допустим, стоит водитель в такой пробке, заканчивается у него топливо, вот, потому что зима, нужно греться, заканчиваются продукты. То есть можно, такой пункт будет доставлен или доставить пострадавшего или человека, требующего помощи, накормить его, напоить, ну и предоставить какое-то убежище вот именно от стихии. Развёртывание мобильного пункта обогрева для фокинских спасателей – дело привычное. При установке 10-местной палатки военного образца все бойцы поисково-спасательного отряда действуют чётко и слаженно. Каждый знает своё место. На всё про всё уходит не более 10 минут. Через короткое время небольшая, но мощная печка-буржуйка уже пышет жаром, нагревая временное жилище. Из трубы над крышей клубится дымок. Можно принимать людей, терпящих бедствия. Мы отрабатывали конкретно развёртывание жилого модуля. Он включает в себя большую армейскую палатку вместимостью до 10 человек личного состава. И также в неё устанавливается мобильная печка для поддержания благоприятных климатических условий внутри палатки. Основное оборудование – это раскладушки, либо раскладные кровати, печка дровяная для обогрева. И освещение у нас идёт от генератора. Для обеспечения жизнедеятельности у нас генератор. Также может для освещения всей территории лагеря в ночное время и обозначение его на местность используется у нас световой столб и софитная вышка, которые также запитываются от отдельных бензогенераторов. К отработке предложенного сценария помимо спасателей были привлечены пожарные. В комплексной тренировке принял участие экипаж пожарно-спасательной части номер 4. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, командная работа, сплочённость и слаженность совместных действий в этом деле играют определяющую роль. Первоначальная задача – это эвакуировать какие-то автомобили с дорожного полотна, растащить их, потом, если надобность какая-то возникает, пролить дорожное полотно от горючих смазочных вещей, чтобы исключить воспламенение. Когда проводятся учения, мы каждый раз принимаем участие совместно с ГО и ЧАЭС, со спасателями. Итог тренировки подвёл руководитель муниципальных сил гражданской обороны Сергей Семёнов. По его оценке, всё было сделано на отличном. Стоило только выставить дополнительные осветительные приборы, несмотря на дневное время. А в целом, с поставленными задачами, все участники штабной тренировки справились успешно. Отработка различных сценариев, возникновение чрезвычайных ситуаций, их предупреждение и ликвидация – задача бесспорно важная. Постоянные тренировки способствуют повышению мастерства спасателей, поддержанию боевой готовности отрядом, развивают опыт совместных действий сотрудников смежных служб и ведомств.